всем привет друзья меня зовут давид и вы находитесь на youtube канале арстайл прошел месяц как я пользуюсь oppo rx 17 pro прошка достаточно дорогая модель и мне действительно было очень интересно походить с таким чисто китайским телефоном так как те кто смотрит меня давно знаете что я сижу в основном на сяоми иногда разбавляю это флагманами samsung раньше пользовался флагманами lg по-разному делал обзоры и опыт использования сяоми mi8 и множество других телефонов есть целый плейлист и вам класс у меня также был достаточно долгое время суть в том что вот таким чисто китайским производителем который пока не так сильно известен в россии как тот же сяоми например или даже meizu ну не даже вообще о них мало кто знает я походил с ним месяц и мне было действительно очень интересно знаете здесь вещи которые в обзоре я скорее всего не озвучивал озвучу сейчас а мне что не понравилось наверно с этого стоит начать не понравилось как ни странно прозвучит такая мелочь но вибрация понимаете когда ты печатаешь на флагманских устройствах то есть если берешь на приконе xiaomi redmi note 5 офигенный телефон классный ну вот как пример то вибрация там будет точно такая же это не то что плохо но пытаясь свою мысль донести а берешь какой-нибудь флагманский телефон ну скажем так предфлагманский даже и там вибрация уже такая вот ты касаешься пальцем и она чуть-чуть и такое чувство что вот кончик твои пальцев ты касаешься здесь 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 везде и вибрация тактильные ощущения приятные в некоторых телефонах есть возможность эту вибрации тактильную отдачу настроить но помолчания на флагманских устройствах даже вот на покафоне которым я она не раздражает она приятная а возьмешь возьмешь телефон недорогой она уже просто тупо долбит вот здесь тупо долбит то есть ты нажимаешь на что-то вот печатаешь нажимаешь например на кнопку домой выход вибрация есть но она никак не регулируется она чуть выше я понимаю что это все-таки мелочи но вот я именно опыт использования из таких мелочей складывается я сейчас еще раз и по камерам пройдусь и по батарее и по оболочке но коротко конечно второе то что не понравилось это телефон чертовски красив я это отмечала в обзор он действительно офигенно классный вот ничем абсолютно не уступает не тому же самсунгу не тому же iphone не той же sony хотя возможно для кого-то мои слова прозвучат удивительно но ребят надо же foxconn блин китайские телефоны они делаются на одной корпорации foxconn все там делают и по качеству сборки нареканий вообще нет но к чему веду чехол бампер точнее конечно прятать такую красоту не хочется но телефон в некоторых ситуациях скользковат так как у него стеклянная задняя крышка и большую часть времени использования телефона я ходил с ним и последняя вещь которая мне не понравилась эта мелочь конечно я вам не могу ее показать за счет того что не хочу светить свои телефоны или замыливать их я их просто удалил но здесь очень странно оказалось реализовано пропущенные вызовы реализованы пропущенные вызовы обычно пропущенный вызов как-то выделяется либо красным светом либо что-то но тут они все одинаковые нужно приглядываться найти в списке вызовов когда вызов много какой был пропущенный другой стороны смотрите что понравилось смартфон выглядит дорого действительно дорого я уже об этом сказал и еще некий итог это не только мое мнение все люди которые видели этот смартфон отмечали что он просто ну очень сильно выделяется и действительно красив просто красив такой респектабельный какой-то плюсах однозначно ребята qualcomm snapdragon 710 мой восторг по нему был и в обзоре очень высокий я подтверждаю свое мнение я понимаю что не всем это нужно не все играют тот же папк мобайл или в другие шутеры или в какой-нибудь world of танк но ребята 710 это это божественный пофигу что там не ставишь здесь высокие настройки или ультра но ребята это настолько клёво у тебя вот рюкзак например персонажа там видно все так же точно как видно на флагмане никаких провисаний нет и одну удовольствие испытываешь играя на этом телефоне в игру единственная ложка дегтя огромное я к этому наверно никогда не привыкну разъема для наушников нет единственная здесь ситуация конечно спасает то что комплектные идут стиле а-ля iphone а-ля и полоски наушники очень похоже на них копия по моему они подсоединяются прямо в тайп си но это оказалось неудобно кстати в том что ты когда держишь телефон у тебя штекер обычно либо сверху либо снизу где-то расположен а тут он у тебя просто тупо посередине и вот так пальцами нужно держать по дисплею я в обзоре тоже его хвалил и вот за время использования не разочаровался 10 балет матрица 6 и 4 дюйма реально ощущение очень классные я на нем фильмы смотрел здесь 128 гигабайт памяти закинул сюда очень много и во все тяжкие еще там несколько фильму классные ощущения скажу насчет выреза еще раз конечно вырез это зло в современных телефонах но чем он меньше тем меньше просто площади съедает плюс компания оппа очень ну гибко достаточно поступила его можно скрыть скрыть правда можно не так как других телефонах вот я же знаю прекрасно ван 6 плюс например тоже там есть такой же вырез это одна компания ббк это ее суббренды получается так вот например заходим папку мобайл нажимаем о приложении и показывать разрешить вывод на экран в области выреза но мы не разрешаем и тогда папа мобайл и другие игры запускается вот здесь вот этого выреза нет просто он не сжирает часть экрана вашего что касается батарейки вот то что у них на сайте написано то что наверняка в рекламах они используют я просто рекламу не смотрю на телевидении или где-то еще если они есть конечно это то что смартфон безумно быстро заряжается да здесь к сожалению за эти деньги они зажали беспроводную зарядку мне было бы она удобно действительно удобно и пользовался раньше на galaxy s8 положил и заряжаешь здесь ее нету но в противовес этому здесь действительно быстрая зарядка который пока нет ни у кого кроме еще от ван класс опять же насколько я понимаю я не сталкивался крохобора apple например вообще не кладут комплект здесь же положили огромный блок питания в зарядке ага огромный блок питания именно для этого телефона ребят за 10 минут 10 минут до 40 процентов около 30 минут он зарядит почти полностью и даже вот представьте у меня были такие ситуации телефон притом батарейка очень хорошо здесь две батарейки спаренные 1850 миллиампер 3 700 всего на день уверенно хватает даже если вы его загружаете по автономности вопросов никаких нет но заряжается чудовищно быстро что интересно с фирменным блоком питания другие телефоны так быстро не заряжается заряжается точно так же как и обычного 2 амперного зачет конечно молодцы но и напоследок скажу мне нравится функция always on display в самсунге она называется здесь она немножко по-другому это на малет экранах уведомления и время это классно сканер в дисплее пару слов срабатывает ну наверное из 50 раз 49 очень редко не срабатывает но это по моим ощущениям в остальном сканер может быть не такой мгновенный как раньше были обычные сканеры но срабатывает всегда и конечно же не могу не отметить в этом телефоне камеры камеры хорошие но вот ночные снимки божественные и я даже сравнивал с пикселем сравнивал с айфоном в некоторых ситуациях этот телефон вытянет при том лучше всего ставить именно ночную съемку и знаете вы снимками будете очень сильно удивлены единственное в камере что не нравится этот дурацкий подход когда нам дают выбрать либо формат квадрат почти 4 на 3 устаревший блин ребят 80-е года 4 на 3 ну черт подери не понимаю либо они взяли и убанули дурнули просто вот это 19 на 9 поэтому для того чтобы делать снимки 16 на 9 меня монитор 16 на 9 телевизор 16 на 9 как бы техника 16 на 9 она жива почему не поставили я понять не могу приходится скачивать старе стороннее приложение камеры благо это android и насчет экрана здесь первый в мире смартфон с gorilla glass 6 защитное стекло но сверху наклеена пленка снимать я не рекомендую но пленка за время использования у меня немножко поцарапалась микроцарапины здесь есть это не мешает но если я таким смартфоном пользовался где-то через месяц через два я бы и снял и вывод мой по этому телефону не то что он недоработан каких-то мелочах как я рассказывал о том что какие-то там вибрация мне чушь наверное все-таки но за эти деньги могли поставить водозащиту за эти деньги могли бы поставить сюда стереодинамики здесь также стерео нету за эти деньги могли бы влепить хотя наверное несправедливый упрек потому что здесь действительно капелька выреза маленькая могли бы сделать их датчик потому что вот ребят я пока фоном пользуюсь как основным и мое удивление здесь есть и к датчик в темноте он разблокирует меня а о по он тоже разблокирует экран светится но нужно к лицу подносить вот так близко и только тогда в темноте разблокирует с другой стороны ежи сканер отпечатка но все-таки в любом случае заслуживает уважение это инновационный интересный продукт и покупать его или нет каждый решит для себя сам но сильные стороны безусловно хорошая батарея замечательный экран отличнейший внешний вид и высочайшая производительность пусть это и не флагманский процессор но очень крутой мне хватает и вот просто хватает на все мои задачи вот этого 710 дракона на этом у меня все если нравится то что я делаю ставьте лайк если вдруг не нравится дизлайк лайк конечно лучше ну и подписывайтесь на канал всегда много интересного ссылку на плейлист опыт использования я оставлю под видео счастлива